Оказывается, если хорошенько поискать, даже в Беларуси можно найти хоть маленький, но уголок Парижа. Ну, а наши команды продолжают играть в поисках первых побед или развития успеха. Впереди игры в воскресенье. Поехали! Home Relax Union. В паре виден явный фаворит. Home Relax по всем аспектам. Забитые, пропущенные проценты. Можно даже не смотреть на статистику, можно просто было посмотреть на первые игры команды. Union пока что в активном поиске, поэтому ставлю на Home Relax с большим перевесом не меньше 20 очков. Из софт Барс. Тяжелое начало для одних. Ребята из софт проиграли в самой концовке. После лета есть перестановки в команде. Пока надо сыграться. Все-таки Барс выглядит предпочтительнее. Чемпионы летнего кубка. Имеют хороший состав. Есть молодежь, есть опытные игроки. Да и по первой игре был из-за рисунок. Поэтому от предпочтения Барсу преимущество будет больше 10 очков. Пинск. Гомель-Водоканал. На мой взгляд, это самый интересный матч тура. Пинчане уже взорвали НБЛ своим быстрым баскетболом, мискрометом. Есть стандартные наготовки, есть быстрый баскетбол, есть четкое завершение атак. Ребята знают, что делать и для чего они пришли в эту лигу. Гомель-Водоканал очень долго раскачивался. Целых три четверти против региона. Но в концовке сумел смять соперника. Опять-таки, очень опытный, мощный фронткорт. Поэтому поставлю именно на эту мощь. Ставлю на победу Гомель-Водоканала с преимуществом по поводу стеночков. Но матч будет очень интересным. Иглс-Моргонь. Орлы в тяжелейшем напряженнейшем триллере сумели переиграть ва-банк. Но как таковой игры ребята мне показали. Здесь скорее именно была победа на характере. Сморгонь, наоборот, в первой игре больше предпочитала индивидуальную игру, чем показывать командный баскетбол. Надеюсь, что что-то изменится. И мы увидим опять прошлогоднюю, быструю, испрометную команду, которая готова побеждать. Ставлю на Сморгонь. Молодечно Шутерс. Тоже будет, я думаю, интересная игра. Молодечно подходит фаворитам. Но эта команда, как и Шутерс, в принципе, я думаю, что точно зависит от того, как полетит. Конечно, подбор игроков, набор исполнителей и самой игры по молодечности не имеют. Но есть фактор того же филимончика, который может накидать каждую игру 20 плюс очков, особо не напрягаясь. Но все равно отдают преимущество Молодечно. И думаю, будет победа достаточно легкой. Все-таки не хватает еще игрокам из Шутерс более мощных, центровых. Локос и Фико Солюшенс. Ну, на самом деле, это будет игра, насколько интересна, сколько команд приблизительно одного уровня. И те, и те являются аутсайдерами НВЛ. Поэтому уж, я думаю, обе эти команды будут играть в третьем дивизионе. Но именно первая победа – это очень важный психологически для каждой из команд. Честно, на кого поставить не знаю. Поэтому отдам преимущество Локосу все-таки командам НВЛ уже не первый год. Рефреш К – Восток. Восток будет играть вторую игру за два дня. Поэтому не думаю, что ребята смогут восстановиться полностью, набраться сил. Все-таки рефреш – быстрая команда, в которой есть игроки, которые могут решить индивидуально. Тот же Шимхо, тот же Гарус. Поэтому поставлю на рефрешку. Опять-таки, это будет их первый в вашей сезон. Ну и, конечно же, ждем отличной поддержки от Ультрас. Назовем их так. А что думаете вы? Оставляйте свои комментарии, пишите. Будем всегда рады.